Добрый день, дорогие студенты! Тема нашего сегодняшнего урока – правописание гласных после шипящих и С. Будьте внимательны при написании гласных после этих согласных. Шипящими считается у нас буква Ж, Ч, Ш и Щ. После этих согласных, после Ж, Ч, Ш и Щ, не пишутся Ю, Я, И, а пишутся гласные У, А, И. Например, чудо, щука, час, роща, жир, шить. Буква Ю и Я допускаются после этих согласных только в иноязычных словах. Преимущественно, это французские слова. Например, жюри, парашют, брошюра. А также в сложно сокращенных словах и буквенных аббревиатурах, в которых, по общему правилу, допускаются любые сочетания букв. Буква С. После согласной С буква И пишется в окончаниях и в суффиксах, в суффиксах ИН. Например, птицы, овцы, огурцы, пальцы, прилагательных, в окончаниях прилагательных, белолицей, сестрицын, лисицын, а также в словах цыган, цыпленок, на цыпочках, сыц. В остальных случаях после С пишется всегда гласное И. Например, станция, цыбик, циновка, цимбалы, цинк, медицина. Иногда после С буквы Ю и Я допускаются только в иноязычных именах собственных. Например, тюрих, свинтяпы. Если после Ж, Ч, Ш и Щ под ударением произносятся О, то буква О пишется. Если в корне слова после Шипящего слышится под ударением О, то писать надо ЙО. Исключение. Вам нужно запомнить написание этих слов. Крыжовник, шорох, шов, капюшон, шомпол, трущоба, чопорный. После С под ударением в корне пишется О. Безударную гласную после С надо проверить ударением. Например, целиком, целый, сокот. В русских словах, в неударяемых слогах, после Ж, Ч, Ш и Ща, буква О не пишется. Например, горошек можно сравнить со словом петушок. Сторожем можно сравнить с чужом. Большего можно сравнить с большого. Рыжего можно сравнить с чужого. В военноязычных словах допускается буква О и в слогах, неударяемых. Например, жокей, шоколад. Написание О или Е после С в русских словах определяется следующими правилами. В слогах, ударяемых, пишется О или Е в соответствии с произношением. Например, сокоть, лицо, овцой, дельцов, отцов, отцовский, облицовка, вытанцовывать, танцор. Но, нужно запомнить, рецел, целый, ценный, цех и так далее. В слогах, неударяемых, О не пишется, кроме слова цокотуха и родственных, например, цокот. При отсутствии ударения в суффиксах и окончаниях всегда пишется гласное Е. Например, полотенце, пальцем, пальцев, куцово, ситцевый, молодцеватый, глянцевый, танцевать, горцевать, кунцово, баренцево море. В иноязычных словах гласное О после Ц может писаться и в неударяемых слогах. Например, палаццо, стерцо. Большое спасибо за внимание!